День 1801. Алекс на связи. Не знаю у кого как, но у меня зима дает максимальные возможности по автоматизации у меня в квартире. Конечно, в основном это связано с отоплением, поскольку в межсезонье бывает еще достаточно прохладно. И из-за этого приходится чем-то еще отапливать дополнительно. Ну и зимой в принципе бывают достаточно прохладные дни, а само отопление оно может быть и недостаточно конкретно у меня в доме для того, чтобы ощущать себя комфортно. И еще есть такая проблема у меня основная. Она появилась, когда я купил датчик углекислого газа, СО2. И начал его замерять, я понял, что довольно часто, вечером, ночью, очень сильно повышается содержание СО2. И становится не очень комфортно. Ну и по ощущениям, и по самим значениям, которые показывает датчик. Там может быть больше тысячи легко, а допустим к утру уже может быть вообще и на 2000 доходить. Значение на этом датчике. Много раз я там пытался с ним разобраться, почему он так показывает. Может это ошибка, может еще какая-то такая проблема. Но в итоге, скорее всего, он работает правильно. И из-за этого просто действительно становится очень душно в комнате. И нужно что-то с этим делать. Изначально, конечно, была идея все-таки нормально утеплять окна на зиму. Проверить, отрегулировать, чтобы было хорошо. Не дуло никак, ни из каких щелей. Но в итоге, возможно, это не самое правильное решение. Прошлую зиму я этого не делал. И даже толком никак не утеплял. И просто последил, что происходит, какой идет там постоянный обмен воздуха, приток свежего воздуха. И в итоге, в целом, было достаточно комфортно. Конечно, из-за того, что они плохо утеплены окна, очень много холодного воздуха заходит. Особенно там, когда становится совсем холодно. То воздух очень сильно тянет. И даже приходилось немножко вентиляцию прикрывать в квартире. Для того, чтобы хоть каким-то образом удержать воздух в квартире. И чтобы он не выходил. Ну и тепло, соответственно. Ну и еще я поставил обогреватель дополнительный, масляный. Который настроил в режиме работы термостата. То есть, они по датчику температуры. И там вот этот лунный розетка включаются и выключаются. И, конечно, из-за того, что идет приток воздуха, соответственно, и им приходится больше работать. Но, опять же, если все закрыть хорошо или там использовать современные окна, то приток воздуха фактически останавливается. И нужно будет либо сознательно проветривать. Например, когда человек спит, это плохо получается. То есть, нужно будет установить какой-нибудь датчик открытия. Точнее, даже устройство для открывания окон дополнительно. И еще и отслеживать. Если там очень холодно, то может быть не стоит сильно открывать. А если не открывать сильно, то тоже может быть другая проблема. Что появляться будут конденсаты. И, соответственно, все это будет не мерзать на окнах. И они потом вообще могут толком не закрываться. Это все очень разные сложности создает. И в итоге я хочу попробовать этой зимой все-таки утеплить окна достаточно хорошо. И чтобы там можно было как-то сэкономить и на обогреве. Потому что у меня выходит где-то 1000 рублей в месяц на 3 комнаты. Но это немного в целом получается. Это в среднем за зиму. Бывает и чуть больше, совсем холодные в месяце. Но бывает и, соответственно, там уже ближе к весне или в конце осени достаточно тепло. И отопление уже включили, его достаточно. То, соответственно, тогда они не работают. Конечно, там никакие варианты связанные с многотарифным учетом электроэнергии я не использовал. Поскольку у меня, в общем-то, счетчик однотарифный. И плачу я один тариф, соответственно. То я не стал там как-то сильно оптимизировать отопление. Чтобы, допустим, только в дешевые периоды отапливать электричество. А в другие периоды там как-то обходиться. Но в целом у меня поддерживается комфортная температура. Довольно высокая. Я там люблю, когда тепло. И в итоге расход получается такой. Есть, конечно, другие способы, как поддерживать комфортное CO2 в комнате. Ну, это как минимум начать измерять. И тогда будет понятно, что-то еще нужно предпринимать или нет. Можно открыть дверь. И тогда, в принципе, за счет постоянного движения воздуха. Там из коридора, из соседних комнат. Будет распределяться этот CO2. И в целом не будет такого совсем критичного уровня. Особенно под утро. Но иногда даже приходилось просто просыпаться. Я вижу, что там сборки у меня показывают очень высокий CO2. И, соответственно, просто открывая окно. Это вот, чтобы хоть как-то проветрить. Ну, понятно. Проветрием очень быстро происходит. То есть, если там достаточно широко открыть окно, то мгновенно может произойти. И даже там остыть комната не успеет. Потому что стены и там другая мебель, она все равно будет теплая еще. И быстро отдаст обратное тепло в комнату. То есть, воздух быстро прогреется. Но если, конечно, долго проветривать, то охлаждение уже будет таким кардинальным. И тогда уже все вещи тоже будут холодные. Но в целом получается и такой режим тоже нормальный. Я иногда составлял там в некотором режиме микропроветривания окна. Конечно, у меня довольно близко дорога есть. И довольно шумно получается. Но в этом случае все равно постоянный приток воздуха, он гарантирует, что содержание углекислого газа будет в норме. В целом термостаты тоже нужно будет мне к зиме подготовить. У меня на балконе используется тоже новая система S-DEL. То есть, я поставил два обогревателя. Это конвекторы электрических. Они простые. Самые двухрежимные. По полтора киловатта. Мне надо для того, чтобы они фактически создавали тепловую завесу. В толь окна. И когда я там нахожусь на балконе, то у меня там стоят кресла. То из того, что они работают не на полную мощность, это довольно комфортно. Сейчас я уже попробовал. Все работает нормально. В принципе, есть возможность сделать таким образом, чтобы режимы менялись. Но пока они сделаны вручную. То есть, я могу сделать, чтобы общий расход был 350 Вт всего на них. И тогда от них будет не очень жарко. Но и они будут греться. Соответственно, не очень сильно. Если потребуется, то можно сделать и 750 Вт. И тогда будет все-таки завеса более мощная, но и пожарче будет. То есть, это уже зависит от погоды. Хотел сделать еще автоматически это переключать. Но, в общем-то, нужно покупать тогда реле. Есть схема, которая позволяет с помощью, по сути, четырех реле сухой контакт. То есть, который позволяет замыкать и размыкать соединение. Сделать такой вариант, что эти конвекторы смогут работать и в параллели, и в последовательном подключении. Сейчас у меня как раз подключено последовательно. Из-за этого, получается, они работают на 110 Вольт. Но и, соответственно, греют не на полную мощность. Конечно, может быть не очень оптимально. И когда надо будет быстро прогреть, я буду переключать его вручную или каким-то образом. В режим параллельного соединения. Ну и тогда они смогут выдать и 3 кВт. В принципе, очень быстро смогут прогреть балкон. Но это мне надо, потому что, когда осенью, например, или весной уже ранней, я хочу уже на балконе там находиться, то, соответственно, мне надо, чтобы очень быстро я мог прогреть балкон с низкой температуры. Ну и у меня еще дополнительно эти конвекторы работают на балконе в режиме поддержания нулевой температуры. Ну, точнее, плюс 4 они поддерживают, чтобы нижняя не опускалась. Ну, во-первых, там у меня и стоит оборудование, и не надо, чтобы оно там замерзало. Ну, и иногда там какие-то продукты хранятся. Тоже важно, чтобы они не замерзли. И из-за этого просто там податчик температуры, термостат, ну, розетка включает эти конвекторы, и, в общем-то, температура поддерживается. Просто зимой все нормально. Всю зиму, даже в морозы, там всегда была плюс 4 градусов температура. Температура, то есть, все стабильно, по всем графикам это было там хорошо видно. То есть, это, в принципе, рабочая такая история. И я даже, когда уезжал, тоже оставлял. Ну, потому что понятно, что тогда смысл теряется, если в каком-то времени там все замерзнет. В целом, даже и без такого обогрева, температура, она, конечно, очень редко ниже 0 опускается на балконе. Ну, по сути, закрытая, это лоджия. И поэтому, можно было, конечно, особо так ничего не делать. Но, все-таки, хотелось каким-то образом защитить балкон от замерзания. Еще у меня есть теплый пол на кухне. Летом я, в качестве эксперимента, забрал с этого пола датчики. У меня там не работает термостат, нет встроенного датчика температуры в пол. Он неисправный был. И, в итоге, теперь туда не получается пропихнуть другой датчик на замену. Хотя, я уже купил. Есть там несколько способов, как это можно сделать. Но, пока такой необходимости нет. Я, в общем, сделал разные там альтернативные варианты, попробовал. Сделал включение по таймеру. Сначала у меня целый год так работало всю зиму. Тоже, в принципе, нормально работает. То есть, есть установочный такой режим. Там при определенной температуре в комнате. У меня, условно, там 2 минуты работает теплый пол, потом 28 минут он остывает. В принципе, перепад температуры получается совсем небольшой. Но, ему очень сложно выйти на рабочий режим. То есть, это нужно несколько дней, чтобы он прогрелся. И уже именно поддерживал определенную температуру. Ну, или разово. Там нужно включить на побольше времени, чтобы он прогрелся до нужной температуры. А потом уже в таком постоянном режиме поддерживал. Но, поскольку у меня он всю зиму работал, и сам регулирует температуру. То есть, когда на кухне становилось теплее, он снижал эту длительность нагрева. И, когда стало холоднее, он, соответственно, увеличивал автоматически. Поэтому, в принципе, было очень комфортно. Но я еще попробовал переделать так, чтобы можно было все-таки регулировать температуру. Положил датчик температуры и влажности просто на пол. Он там прикрыл так, чтобы он температуру воздуха в комнате не учитывал. Ну, и, соответственно, он измерял температуру пола. Пришлось поискать место поближе к проводнику в полу, который, соответственно, быстрее нагревается. Ну, и таким образом, у меня такой датчик, он через некоторое время после нагрева срабатывал. Показывал измененную температуру пола. И у меня теплопол отключался. Ну, был довольно большой гистерезис между включением и выключением. Потому что у самого датчика, это датчик АКара, использовался самый простой работающий по ZIGPY. То в нем, конечно, изменение такого значения температуры происходит где-то раз в полградуса. Ну, или раз в час. Соответственно, при остывании он нормально отслеживает установленную температуру. И либо через час, либо, ну, скорее всего, через час он заметит, что она упала ниже целевой и, соответственно, подаст команду на включение. Но когда нагревается, он так не может. Соответственно, когда он уже понял, что пол нагрелся и там полградуса сработало, то пол дальше уже продолжает нагреваться. Ну, и, соответственно, немножко становится более теплым, чем надо. Но, в целом, такое решение тоже довольно удобно для умного дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...